Когда мы говорим о войне, то мы должны понимать, что церковь вообще против войны. Церковь пришла нести мир. Мир вам, говорит Господь. В мире будьте со всеми, если это от вас возможно, говорит Господь своим ученикам. Поэтому церковь, конечно же, всегда против войны. Но однако же, именно в церковной практике есть почитание воинского служения. Это долг. Кстати говоря, долг воинский и долг церковный – это две взаимосвязанные параллели. Мы всегда между воинством, вообще любым воинством и церковной структурой находим очень много параллелей. Ответственность, подчиненность, ответственность. Такие понятия, как честь, долг, любовь, кстати говоря. Потому что сегодня под любовью мы очень часто видим подмену. Когда говорится о том, что я люблю, я хочу. А на самом деле любовь – это жертва. Если я люблю, я готов пожертвовать всем ради того, кого я люблю. Воин отдает, готов отдать жизнь за свое отечество. Мать готова все отдать ради жизни своего ребенка. Человек, который выяснил, что вот этот предмет его восхищения, женщина или мужчина противоположного пола, является не просто его предметом вожделения, а является тем, за кого он готов отдать всю свою жизнь. Безостатка. И готов потерпеть его, что бы этот человек не захотел себе понести. Даже если он не смотрит на меня. Вот этот момент мы очень часто видим и в церковной структуре. Мы знаем, что 70-летие Победы, оно связано еще с тем, что это есть восстановление патриаршества. Потому что в 17-м году после переворота в стране произошло разделение, отделение церкви от жизни народной. И государство попыталось вмешаться в жизнь церкви. Просто уничтожали все, что только напоминало о Боге и о церкви. Это касалось не только православной церкви, это касалось вообще всех религий в стране советской. Тогда это была Россия, потом это было СССР, а Красная Армия и государство пела интернационал песни, который говорил сначала все разрушим, а затем в результате появилось очень мощное государство, которое понимало, что себя нужно защищать, которое производило очень много техники, но в это же время боролось с верующими людьми. Независимо от того, какую они веру проповедовали, мусульманство, буддизм или православие. Просто беда России была в том, что больше всего было православных. Естественно, их больше всего и оставалось, особенно когда после начала Второй мировой войны были присоединены Прибалтика и Украина, Белоруссия, часть Белоруссии. То на эти же присоединения присоединилось очень много храмов, монастырей, которые сразу не смогли и не могли сразу же уничтожить те моменты, которые уничтожались в Советской России. А делали это потихонечку, и слава Богу, что до начала Великой Отечественной войны не смогли много уничтожить. И мы как раз встречаемся с тем, что даже встречался такой ураг патриотизм, что мы сильные, у нас есть много техники, и мы победим. И вот 22 июня, когда начинается война, это день всех святых в земле российской просиявших, празднуется православная церковь, а немцы тоже шли с девизом «С нами Бог», который был изображен на пряжках их солдатов. Но при этом же Геринг говорил, вы говорите, что мы хотим проповедовать новую религию. Ничего подобного. Мы уже есть новая религия. И в этой религии нет места слабому. Все, кто не с нами, те против нас. И вообще, есть трассы избранных, а есть недочеловек, которых просто нужно уничтожать. Именно эта идеология привлекла к тому, что, с одной стороны, многие были ей влечены, вся Европа была под пятой фашизма, гитлерского фашизма. И, к сожалению, таких ростков явных не было, потому что ни на что было опереться. Были люди, единицы, небольшие группы, но активного участия, противления не представляли. Основные активные действия противления этому режиму начались с 1942-1943 года, когда появилась такая реально грозная сила, как русская армия, которая разбивала тех, кто идет с оккультными системами мышления и действий. И поэтому мы предлагаем, в первую очередь, послушать ту песню, которая задорная, но которая появилась до Великой Отечественной войны, которая показывает немножко и тот дух, который он дышал, слава Богу, дышал русской армией. Но и беда была в том, что это был некий такой уропатриотизм. А вот уже во время войны этот уропатриотизм смогли вместить то, что нужно было себя подбодрить. Три танкиста, три веселых друга, экипаж, машины боевые. Он говорит как раз не просто о дружбе, а о настоящей воинской дружбе. На границе тучи ходят хмуро, край суровый, тишиной объявляет. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там, дорогу, за слой поставленный точный, Там стоит отложенный седет. Угроми земли дальневосточной, Проник бой, ударный батальон. Угроми земли дальневосточной, Проник бой, ударный батальон. Война, зачем она нужна? Война – это действие, когда люди теряют, бывает, все, и даже жизнь. Или когда нужно стерпеть то, что потерял, для того, чтобы привести то, что потерял, и ближе. Но самое главное, что мы узнаем. Оказалось, война – это еще проверка на прочность. Какие идеалы должны быть у страны? К чему должна стремиться страна, Когда она не имеет никаких других потенциалов, кроме человеческих? С одной стороны, наша армия имела сильнейшие танки. КВ, Т-34. Но немецкая армия смогла приспособиться, чтобы и эти танки уничтожать. А русская армия сотнями и тысячами сдавала своих бойцов в плен. В Белоруссии и на Украине по 3 миллиона. И многие из них не выжили. К 43-44 году по миллиону людей осталось из этих плененных. Почему эти люди не захотели сражаться, а лишь сдались в плен? Это другой вопрос. Но один из ответов – это в том, что многие из них не знали, за что бороться. У них в свое время отняли веру, у них отняли основу понимания любви к Родине. И поэтому война – это еще и восстановление этой любви, настоящей любви к своей малой и большой Родине. А кто эту любовь воспитывал всегда в России, в церкви? И те малые религиозные субъекты, которые были, которые всегда входили, которые всегда не подчинялись, а точно так же государством поддерживались. Государи на свои средства строили не только храмы православные, те же мечети и буддийские храмы. Не боялись этого, потому что понимали, если невольник, то он не богомолец. Главное, чтобы человек доверял кому-то, кто его воспитывает в долге, в любви и в честь. В начале Великой Отечественной войны в православной церкви осталось всего четыре иерарха. Сергий, митрополит московский, строгородский, который станет в 43-м году патриархом и всего лишь полгода будет править как патриарх. Но до этого он в 27-м году возглавляет церковь и ведет ее сложным путем, когда от него отказываются, от него отворачиваются, проклинают. Много расколов происходит в церкви. Но он ведет этот корабль и ведет его тем путем, чтобы, как христианин, никого ни в чем не осудить. И более того, именно благодаря его действиям Сталин не только принимает его, но и решает церкви помогать государству, особенно в тяжелые дни. Второй из них Николай Юришевич, который до 61-го года доживает. И он является одним из тех, кто входит в комиссию по исследованию тех жестоких действий, которые совершили немцы на территории России. Еще один Алексей Семанский, тот, который всю блокаду 900 дней живет в блокадном Ленинграде. Падает в обморок не один раз, но при этом не уезжает из осажденного Ленинграда. Общается с таким подвижником, как Серафим Вырицкий. И получает в него благословение быть патриархом. С 45-го года, почти 25 лет, до 70-го года он возглавляет русскую церковь по дни из тяжелейших дней ее существования. Потому что там уже не явно, а из-под тишка были нападки на церковь. Запрещали, запрещали и запрещали. Еще один деятель Сергий, воскресенский митрополит, прибалтийский, который остается на оккупированной земле. И вот о нем как раз есть фильм замечательный «Поп». Советую его найти и посмотреть. Там хорошо рассказано о тяжелейших состояниях русских в плену. И о том, что делала церковь для этих людей. Когда тысячи и сотни тысяч людей собирались и пели божественную литургию. И в этом было их большое утешение. Но мы сейчас говорим о том, что же делала церковь в дни Великой Отечественной войны. В первую очередь, 22 июня, в день начала этого бедствия, а с другой стороны, этого начала просветления страны и государственных умов, митрополит Сергий издает свое воззвание. Краткое, но главная суть его в том, что нужно защищать страну и не бояться быть убитым. Не бояться дать жизнь за други своя. Потом эти же слова вспоминает и Иосиф Сталин. Более пространной своей речью только 3 июля произнесенной. Потом церковь доверяет сбор средств и церковь устраивает колонну танков, 40 танков в честь Дмитрия Донского, Александра Невского эскадрилью. Собирает множество средств для других на другие нужды фронта и тыла. Организует медсамбату, ухаживает, собирает теплые вещи. Это происходит не только на линии фронта, но и в Луговом Тулу и даже в осажденном Ленинграде. В 43-м году желают вывезти всех, кто не помогает обороне города. Десять храмов остаются со священниками. И в 43-м году, а еще с 41-го года получают особое спецзадание от правительства. Каждый день служить литургию и причащать бедствующий народ. Люди освящают храм, а для этого в храмы выдается мука и вино. Это тогда, когда в Ленинграде был уменьшен паёк до 120 граммов на человека не работающего. 250 грамм для работающего человека. Много ли этого? Сделайте такой опыт вместе со своими офицерами. Посчитайте. Попробуйте на одном кусочке прожить день. Да еще при этом бомбежка, взрывы. И нужно еще работать. И нужно еще куда-то идти, а зачастую не близко, для того, чтобы помогать своим близням. И вот поэтому мы говорим, что началась священная война. И люди были призваны вставать на защиту своего отечества. Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. Вставай на смертный бой. С фашистской силой тёмною, С проклятою огонь. Пусть ягодь благородная, Скипает пополна её. Война народная, Пусть ягодь благородная, Все поют, как волна идёт. Война народная, Священная война. Война — это еще и дороги. Дороги сначала назад, Тем местам, которые дороги, Но которые невозможно защитить, Невозможно сохранить. Что-то смогли милостью Божией перевезти, Кого-то смогли унести, А кто-то остался в тылу. Это дороги. Дороги для всех. И для тех, кто остался в тылу, И для тех, кто остался у противника, И для тех, кто на передовой, И для тех, кто снабжал нас тем же Ленд-Лизом. Потому что это тоже своя эпопея, Это тоже свои дороги. А еще замечательные дороги, Когда получили от Рихот-Дозорге Замечательного нашего разведчика, Одного из последователей верующих людей, И ведущих разведчиков, Таких, как Василий Ощепков, Который воспитывался в Николае Японского, Мы должны помнить, Что русская церковь Дала не только ростки в Европе, Но и в Китае, и в Японии. И эти церкви были крепкие, В первую очередь, не только национальной гордостью, Но в первую очередь, Правильным настроением, Что когда наша война, Наша страна воюет, Мы должны стоять на защите ее рубежей, Но когда она делает нечестье, Мы должны от этого уходить, И помогать тем, кто страждет. Именно благодаря этому, В Первую мировую войну, В русско-японскую войну, Япония очень сильно помогала русским пленным. И мы как раз говорим о том, Что дороги это связаны еще городами. Помните замечательную песню, Взяли с боем город Брест, Город весь прошли, И название улицы, Последние мы прочли. И говорится о том, Что есть следующий путь, Но мы тогда говорим сейчас о том, Что эти дороги зачастую Несли с собой и скорбь. Скорбь, скорбь потерь, Скорбь потери, может быть, Даже и своих членов. Вспомним даже, Как люди оставались без рук, без ног, И естественно, они шли в тыл. А в тылу кто оставался? Бабы, старики и дети. Но он дает должность, Что этот тыл все равно действовал. И здесь мы вспоминаем, Что дороги еще связаны с календарем. Мы говорили 22 июня, Это день всех святых Для Русской Православной Церкви. А такой день, Как 4, 5, 6 декабря, Начало Констудара под Москвой, Тоже замечательные дни Оказываются для Русской Православной Церкви. 4 декабря, Это введение во храм Божией Матери, Который говорит о том, Что без храма человек жить не может. Михаил Тверской, Это 5 декабря, Как раз под Калинином Начался удар одной из группировок Русских войск, Который собрал Жуков, Благодаря тому, Что не все сразу посылал в бой Для остановки врага. А на 6 декабря, С другой стороны, На день Александра Невского, Началось с другой стороны наступление. И были оттуда на 150-200 км от Москвы Враги. Или Курская дуга, Которая основное Прохоровка сражения, Пришлось на 12 июля, Первый Верховный скрипт Раи Павла. Или освобождение Ленинграда, Первое освобождение, Когда проложили Дорогу до Радожского озера, Слепую дорогу, Которую можно было Только ночью перевозить, Эшелоны, Которые у себя простреливались. А на русских девчоночек В тулупчиках С белыми флажками Высаживать через каждые 2-3 км, Для того, Чтобы они показывали, Что можно дальше двигаться, Или нужно остановиться. В одну сторону сначала Пускали эшелон, Потом в другую сторону. И последним шелоном Девчонок собирали. Вот. Это произошло 19-18-го Января 43-го года, А 44-го года, Через год, Уже 27-го Января, В день отдания Праздника Крещения Господня. А 18-го Это накануне Крещения. То есть опять Не просто так Господь эти дни Дают нам. А до этого Ничего не получалось. Ни искусству, Ни техникой Не помогали. А вот Господь Вот так вот отдавал И помогал Русским воинам. А также Мы должны помнить, Что основные боевые действия Закончились 6-го мая. 6-го мая 45-го года, И вообще 6-го мая Празднуется Такой великий Угодник Божий Георгий Победоносец. Помните Георгиевские кресты Или символ А у Москвы Москва Город-герой Имеет тоже Этого Покровителя Небесного. Но на этот день В 45-м году Пришлась еще Пасха. Так что мы Пасху встречали Вместе с Днем Победы. И не даром Мы сейчас В двери Пасхи В сегодняшний день Начало с Господних Опять вспоминаем О том, что это Было еще и Пасхальные дни. А Пасхальные дни Это радость. А день Когда проводился Парад Победы Приходился На замечательный День Троицу. Тоже Замечательный Для тех Кто В вере Живет. Или такой Парад Немцев Когда провели Их по Москве 17 июля День расстрела Царской семьи. День Андрея Боголюбского Первого Некоронованного Царя на Руси. Все это Говорит о том, что Даты Они тоже Являются Подсказчиками Каким путем Мы Можем идти Никто нас не заставляет Но нам предлагается Этот путь Поэтому мы говорим Эх Дороги Пыль и туман Холода Тревоги До степной Бурьян Звучит Пыль и туман Пыль и туман Пыль и туман Не забывай За богами Степями Твоями А все Богушнует Вами Пробули Слышь Неск spends Пробули Пыль и туман Вами Пыль и туман Бурьян Пыль и туман Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.